Я приветствую всех на своем канале и это строительство на заказ в Симс4. Итак, наконец-то я добралась до бесплатных заказов. О да, это свершилось и вроде бы я отошла немножко от своей тяжести к строительству и решилась тоже построить нечто необычное. Такого на моем канале еще не было. Да, именно в таком стиле построить не было, поэтому это, скажем так, мой дебют. Поэтому, да, не судите строго из того, что получилось. Ну, я слепила это из того, что у меня было. Вот, назовем это так. И да, это ресторан в японском сети. Этот заказ был сделан еще в марте месяце, но в любом случае я листала, когда все заказы с самого начала, с самого первого. Мне захотелось, во-первых, построить общественный участок, потому что квартиры, дома уже как-то поднадоели, честное слово. Меня уже тошнит от них. Я знаю, как вы все их безумно ждете от меня, но чуть-чуть позже, правда. Немного попозже я к этому обязательно вернусь, и к бесплатным в том числе, потому что платных пока нет. Поэтому, да, но решила начать все же возобновлять рубрику бесплатного строительства с как раз-таки общественного участка, и это будет на сегодня японский ресторан. Точнее, ресторан в японском стиле. Если говорить о требованиях, то каких-то определенных требований не было. Было только указано, чтобы ресторан стоял в Оазис Спрингсе. Заказчик сказала, что горожане пускай изучают новую культуру. Это все правильно, действительно. На самом деле, Оазис Спрингс не очень, наверное, хорошее место для такого ресторана, но действительно, пускай они поизучают другую культуру, и это всегда полезно. Также требовалось построить этот ресторан на небольшом участке. Количество этажей, стиль, цвет, в общем, все-все-все было на мое усмотрение. И было небольшое требование сделать некую детскую зону и место, скажем так, сцены. Но сцена у меня не влезла, скажу сразу. Я даже не пыталась ее туда втулить. Нет, изначально, когда я планировала ресторан, конечно же, да, у меня была такая идея, но когда я построила всю внешнюю часть, кстати, я опять сделала это за камерой, простите, пожалуйста, но это очень тяжело. Я очень долго морочилась, я хотела сделать сначала с ландшафтом, я очень много думала, но ничего не получилось, поэтому вы видите то, что видите. Но в любом случае, этот вариант мне тоже очень-очень нравится. Получилось очень атмосферно, очень уютно, как внутри, так и снаружи, как и просела заказчица. И говоря о сцене, да, я ее не сделала, но сделала детскую зону, она здесь есть, поэтому родители с детьми, точнее ваши симы с детьми, могут спокойно ходить в этот ресторан, сидеть здесь, и детки будут заняты делом, а родители спокойно покушают. Вот, это все же плюс. Если говорить о стиле, то постаралась, конечно же, выдержать японский стиль, я не знаю, возможно, здесь смешался какой-нибудь и китайский, и японский, ну, честно, я не особо разбираюсь в этих двух стилях, и вообще разные ли они. Для меня это, безусловно, разные культуры, да, естественно, но, знаете, как русскому человеку, смотря на Японию и Китай, смешивается все в одно. По сути, культуры это разные, это кардинально разные культуры, конечно же, для них это абсолютно два полюса, но лично для нас, для русских людей, это как-то все в одну кучу, мы не считаем это чем-то колоссально разным. Конечно же, я пыталась найти тематические постройки на эту тему, либо же картинки, естественно, тематический доп. контент, потому что, ну, это здесь требовалось, без этого здесь никуда, я понимала, что одной базовой игрой я не обойдусь, мне можно было использовать абсолютно все каталоги и дополнения, но я все равно понимала, что в игре не так много всего, там пара картин и вот то, что последнее бесплатное обновление, не последнее, а предпоследнее, к китайскому Новому году было. Несколько вещей декора добавили, но этого действительно очень мало для целого японского ресторана. Мне нужно было и обои, мне нужно было и напольное покрытие, мне нужно были различные тарелки, миски, вазы, как это у них называется, вот эти вот низенькие столы и низенькие стулья, на которых они сидят вообще в нормальной жизни. Конечно же, в рамках ресторана я не стала выполнять все такими столами и стульями, так как этот ресторан оказался бы полностью не рабочим, сюда нельзя было бы сходить, но нет, сходить бы сюда можно было, но посидеть было бы негде. Поэтому, по сути, я решила отойти от этой идеи, поставить обычные столы и стулья, тоже доповские, соответственно, и заказчица была не против большого количества дополнительного контента, поэтому, естественно, я очень много накачала специально для этого ресторана и очень много китайских вывесок, и очень много картин, очень-очень много всего, поэтому, пожалуйста, пользуйтесь, я свободно отдаю на скачивание это все дело, как обычно скачать сможете в моей группе ВКонтакте, не теряйтесь, пожалуйста, до сих пор поступают вопросы, а где ссылка, где скачать, а как скачать, все в моей группе ВКонтакте. Многие спрашивают, почему именно так, я уже как-то объясняла в своем одном из недавних видео, что я хочу, чтобы в группе тоже были люди, и чтобы им было зачем туда заходить, потому что я стараюсь ее вести, я выкладываю туда и дополнительный контент, и в скором времени опять буду выкладывать свои закадровые постройки, потому что кое-что поднакопилось, поэтому я хочу, чтобы вы заходили туда, и вам было там тоже интересно, чтобы вы туда тоже подписывались, и чтобы это было не так просто, а вы знали, что именно там вы сможете все скачать, потому что там есть архив, там есть целый альбом с большим количеством моих уже построек, и это все равно проще. Вы зашли, вы пошли за чем-то конкретным, но, возможно, вам понравилось еще что-то, вы увидели и скачали дополнительно еще какую-то мою постройку, а на ютубе вы скачаете только одну, поэтому мне кажется, что ВКонтакте это гораздо удобнее. Вот. Что я еще могу сказать про этот ресторан? Я постаралась, естественно, выполнить его в таком, естественно, японском стиле, как сказала, смотрела большое количество картинок, но, знаете, в интернете на этот счет все очень какое-то странное, но я смешала здесь свое видение и какие-то, конечно же, варианты с картинок. Полностью экстерьер продумала сама, ниоткуда не взяла, это, кстати, было моим большим удивлением, потому что изначально планировала, конечно же, взять откуда-нибудь экстерьер, потому что это очень сложно. Начала придумывать его сама, в итоге у меня не получилось, я полезла в интернет, в частности, на Пинтерест, где я чаще всего беру какие-то интересные идеи и задумки, и там очень много всего, поэтому я полезла в первую очередь туда. Но, знаете, там все не увенчалось успехом, и в итоге пришлось думать самой, из головы, и просто построила экстерьер, естественно, за кадром, потому что вообще не знала, что из этого получится, и понравится мне или нет. Но когда я поняла, что экстерьер меня полностью устраивает, я вышла из игры и пошла качать весь дополнительный контент, который мне понадобится для оформления внутренней части этого ресторана. Это и столы, и стулья, и картины, естественно, и какой-то мелкий декор, который так или иначе наталкивает на Азию, туда, в эту сторону, да. Поэтому мне хотелось, чтобы все выглядело максимально натурально, и деревья я разместила сакура, или как это называется. Нет, наверное, это все же не сакура, а которая цветет розовыми цветочками. Я, честно говоря, не знаю, как это называется, то ли вишня, то ли, ну, в общем, не знаю. Правда, я в этом всем не особо разбираюсь, я от этого далека. Поэтому вот эти розовенькие деревья, которые красиво цветут, они у них в Японии очень знаменитые, скажем так. Так, сакура это нечто другое. Тут же много розовых цветов. У них прям целые аллеи и парки есть с такими деревьями, и прям туда съезжаются туристы в этот сезон. Это весна, это, кажется, мая, конец апреля, начало мая, когда это дерево цветет. Поэтому туда прям горы туристов съезжаются, чтобы посмотреть на эту красоту, потому что это действительно того заслуживает. Вот. Что еще могу сказать? Конечно же, внешне я попыталась изобразить по максимуму, чтобы это было похоже и крышей, и какими-то арками. Но при этом я не скажу, что это, знаете, такой чисто очень старый японский ресторан. Скорее всего, это немного осовремененный, такой более продвинутый, скажем, ресторан. Тут есть и парковка, и современная кухня. И, кстати, кухня открытая, потому что мне захотелось какой-то вот такой изюминки. Мне нравятся открытые кухни в ресторанах. Это внушает доверие, скажем так, посетителям этого ресторана, потому что ты видишь всю кухню, скажем так, и ты можешь видеть, как все это готовится, и ты знаешь, что тебе никакого таракана туда не подложат, ничего лишнего не подольют, не отравят. Поэтому такая вот прозрачная система мне очень импонирует, поэтому я решила сделать ее здесь. Мне надоели закрытые кухни, я чаще всего делаю именно закрытые кухни, но тут же решилась сделать открытую часть. Конечно же, мне хотелось сначала сделать полностью стеклянную кухню, то есть чтобы, скажем так, вид был через окна, но потом я поняла, что зачем это нужно, я хочу сделать вот именно так. Вот. Я даже не знаю, что тут еще сказать по поводу интерьера, тут вроде и так все видно. Постаралась, естественно, выдержать в чисто таком японском каком-то стиле и обои, и полы, и столы, и в общем все-все-все-все. Если говорить о нарядах самих работников, то я ничего не меняла, сами все сделаете, выберите такие наряды, которые вам нужны, и блюда в том числе тоже выберите такие, какие вам нужны, но только помните о том, что это японский ресторан, поэтому никаких спагетти, паст и пиццы тут быть не должно. Скорее всего, это суши, это какие-то там рыба фо, или как оно в игре это все дело называется. Я, честно говоря, не помню всех этих дурацких непонятных названий, поэтому да. Но все же мне очень нравится этот ресторан, я так же сделала. Кстати, на улицу небольшую такую релакс-зону с джакузи и с такими штучками для медитации. Мне показалось, что это здесь уместно, почему бы нет, поэтому мне очень нравится прием. Безумно понравился этот ресторан, я очень довольна, что я построила его, что мне хватило на это сил и желания, что самое главное. И спасибо моей подписчице за такой прекрасный заказ, я получила колоссальное удовольствие при строительстве данного ресторана, я надеюсь, что он тебе тоже понравится, и ты будешь с удовольствием в нем играть, ну и, конечно же, я надеюсь, что кто-то его еще скачает помимо заказчика, и тоже понаслаждается этой красотой. Вот, так что на этом я, наверное, буду потихонечку подведить свою речь к концу, и еще в конце, наверное, хотела бы сказать, что вы очень много спрашиваете, и, наверное, многие ждут действительно от меня папку mods.cas. Я скажу вам, уже многим отвечала на этот счет, очень многим одно и то же приходится отвечать, потому что, ну, не все листают комментарии вниз, и, тем более, не все открывают ответы на эти комментарии, поэтому скажу в этом видео, чтобы все уже, наконец, услышали. Папку mods.cas я обязательно выложу, но чуть-чуть попозже, потому что очень хочется, чтобы папка mods именно со строительством тоже немножко полежала на канале и поднабирала просмотров, поэтому по кассу тоже обязательно будет. Дело еще в том, что она у меня очень маленькая, прям неприлично маленькая, поэтому я ее сейчас активно собираю, очень много выкачиваю дополнительного контента, поэтому в скором времени, мне кажется, может быть, через месяц, либо чуть-чуть поменьше, ждите ее на канале, поэтому, да, я надеюсь, на этом вопросы закончатся. Ждите, все обязательно будет. На этом я, наверное, буду все же заканчивать это видео, я надеюсь, что оно было вам интересно и полезно, вы обязательно скачайте эту постройку и посмотрите на всю эту красоту уже у себя в игре, и ваши персонажи будут с удовольствием гулять по этому ресторану. Ну и, конечно же, не забывайте подписываться на канал и нажимать на колокольчик для того, чтобы не пропускать новых видео. Ну а если все же YouTube мне присылает вам уведомления, то переходите по ссылочке в описании в мою группу ВКонтакте и вступайте в нее, там есть рассылка о выходе всех новых роликов на канале. Ну и, конечно же, если вам несложно, вы можете поделиться этим роликом со своими друзьями, для того, чтобы новые зрители узнавали о канале. Ну а на этом у меня все, я всех благодарю за просмотр, всем до скорых встреч и всем пока-пока. Увидимся с вами в новых роликах.